Уважаемые земляки, уважаемые жители Украины, уважаемые председатели средств массовой информации. Вы знаете, когда я слушаю выступления политиков от нынешней правящей коалиции, конечно, можно выступать много и громко с трибун, в том числе и с центральных каналов, рассказывая всем нашим гражданам Украины, что кто-то кого-то не имел в виду, что-то не имел в виду в отношении запрета. Но вот этот вот орден, который является святым сегодня для меня, моего сына, моей семьи и многих украинцев, согласно принятому закону, я находится под запретом. Поэтому мы требуем сегодня от президента, чтобы он наложил вето на тот закон, который запрещает нашим ветеранам одеть свои ордена. И еще. Десять дней назад весь мир отмечал одну из самых памятных и скорбных дат для жителей и Украины, и бывшего Советского Союза. Это Международный день освобождения узникам концентрационных лагерей. Я встречался с представителями нашей Криворужской организации, которая сегодня насчитывает почти 900 человек. Куда в наш родной город после 1941 года из концлагерей, из их застенков вернулись порядка 8 тысяч. И они передали мне обращение к нынешней правящей коалиции и нашему правительству. Криворужская организация узников жертв нацизма на 1.01.15 состоит из 885 человек. Вернулись с 1945 года домой около 8 тысяч. Мы узники жертв нацизма, организация вымирающая. Нас насильно вывезли с родины на рабский труд в фашистскую Германию. Мы жили и работали за колючей проволокой. Малолетние узники перенесли на себе голод, холод, зверские издевательства. Нас полили в печах крематория, брали кровь, переносили рабский труд. Об этом можно говорить много. Вернувшись из концлагерей гетто и других мест принудительного содержания, мы восстанавливали страну из руин, строили фабрики, заводы и школы. Мечтали о счастливой жизни на родине. Уважаемый президент, в феврале месяце вы в Польше посетили концлагерь Освенцим. Воочию вы видели и слышали тех людей, которые остались живы, которые перенесли тяжелейший рабский труд. Вы слышали стоны в стенах концлагеря людей, которые не вернулись на родину. Кривой Рог и вся страна Украина спрашивает у представителей правящей коалиции и правительства, как поднялась и не дрогнула рука внести в парламент и принять закон о снятии льгот с малолетних узников вымирающего народа, жертв нацизма. Почему? Почему? Надеюсь, при получении нашего обращения вы нас услышите и дадите на наш адрес ответ в Кривой Рог. Если ответа не будет, значит вы глухие. Не слышите наши стоны и мы никому не нужны. Обогащайтесь за счет нас. Председатель Криворожского отделения узников концлагерей Кузьменко. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, сегодня началась очередная сессионная неделя в парламенте. И что мы с вами видим? К сожалению, данный парламент продолжает войну с памятниками, продолжает войну с прошлым, но ничего нет в повестке дня, чтобы восстановила сегодня экономику Украины, чтобы помогло восстановить ту войну, которая идет на Востоке, чтобы сегодня социально защитить наших людей. Следующее воскресенье. 29-я годовщина аварии на Чернобыле. И что мы видим? За последние месяцы парламент отменил большинство льгот, большинство всех тех уровней социальной защиты, которые были у чернобыльцев. Сделали все, чтобы более 2 миллионов людей, пострадавших людей Чернобыля, более 200 тысяч ликвидаторов, которые тогда по зову своей Родины пошли защищать весь мир от чернобыльской угрозы, сегодня стали нищими людьми, стали незащищенными людьми. Сегодня с их пенсии забирают налоги, сегодня перестали детей кормить в школах, сегодня лишили всех программ лечения и оздоровления этих людей. Поэтому оппозиционный блок требует, чтобы на этой неделе был обязательно рассмотрен пакет законопроектов, чтобы были восстановлены социальные льготы, и чтобы наши чернобыльцы, которые защитили весь мир, сегодня были защищены парламентом и законом Украины. Следующий вопрос, вопрос, который сегодня очень актуальный. Это 9 мая, День Великой Победы. Я вчера общалась с ветеранами Харьковщины, Киевщины, Запорожья, и все эти люди просят передать нашим народным депутатам, что они живы. Им сегодня уже за 90, но они живы, и они защищали нашу Родину. Они дали нам право сегодня жить в той стране, в которой мы живем. Они нам дали право верить в тех героев, в которых мы верим. Они дали нам право чувствовать себя свободными. И что же мы видим? В то время, когда этим людям заморозили пенсии, заморозили заработные платы, заморозили выплаты к 5 мая, из их пенсии сегодня забирают налог, и это кощунство продолжается уже несколько месяцев в нашей стране. Параллельно с этим принимаются законы по декоммунизации. Законы, на которые нужно будет потратить сотни миллионов гривен, для того, чтобы переименовать только в одном городе Харькове более 200 улиц, чтобы перерегистрировать тысячи предприятий, чтобы перевыпустить миллионы, миллионы документов и на все это потратить деньги. Так давайте все-таки одумаемся. Может быть, мы будем сегодня строить наше будущее, создавать новые памятники, писать нашу новую историю, делать все, чтобы в нашей стране людям хотелось жить и чувствовать себя защищенными, а не запугивать сегодня ветеранов, которые боятся одеть медали и выйти 9 мая к своим памятникам и почтить честь, достоинство и память тех людей, кто пролили кровь и отдали жизни за наши родины. Поэтому мы призываем парламент подготовить торжественное заседание к 9 мая, пригласить ветеранов, вернуть ветеранам те права и те социальные гарантии, которые у них были, убрать этот позорный налог на пенсию, проиндексировать выплату к 5 мая и дать право тем людям, которые подарили нам нашу родину, жить свободно, защищенно и отдать всю честь и достоинство, которое они заслужили с нашей стороны. И мы очень надеемся, что парламентарии одумаются, и мы очень надеемся, что украинский парламент будет чтить память всех своих героев, героев, которые защитили нашу родину. Также я хотела бы обратить ваше внимание еще на одно событие. Именно в эти минуты сейчас в Октябрьском дворце проходит съезд шахтеров, третий съезд. Шахтеры редко выходят на акции протестов, шахтеры редко собираются, потому что в основном всю свою жизнь они посвящают своему колоссальнейшему труду. Это люди, у которых совершенно другой порог страха. И я хорошо об этом знаю. У моего отца 25 лет подземного стажа. И для моей семьи слово «мама» и слово «шахта» почти что были синонимами, потому что всю свою жизнь он провел там, под землей. И сегодня сотни тысяч наших шахтеров наказаны нынешней властью, и они не получают вовремя заработные платы. Сегодня задолженность по заработной плате более 500 миллионов гривен. У нас с начала года оснащено несколько лав и падает добыча. У нас, к сожалению, сегодня покупают уголь у африканских, у российских шахтеров по цене почти в два раза дороже, чем покупают уголь у украинских шахтеров. Поэтому наш долг, наша обязанность защитить сегодня энергетическую безопасность Украины. Оппозиционный блок зарегистрировал в парламенте законопроект, которым мы предлагаем вести мораторий на закрытие тех шах, которые не выполнили свой и не выработали свой ресурс. Мы требуем, чтобы наших шахтеров отдали заработную плату, чтобы у наших шахтеров сегодня в первую очередь покупали украинский уголь. Потому что наши шахтеры – это энергетический фундамент энергетической независимости Украины. И поэтому необходимо сегодня вмешательство парламента для того, чтобы в этой отрасли принимались профессиональные, взвешенные и грамотные решения, чтобы была повсеместно озвучена стратегия развития угольной промышленности, чтобы ни в коем случае не допустить сегодня закрытие наших украинских шах. Их и так, к сожалению, очень мало. И поэтому наш долг сегодня – не допустить непрофессиональных решений, которые могут понести катастрофические последствия. Мы надеемся, что шахтеры на съезде найдут конструктивные решения. Но мы поддержим их выбор и их решение для того, чтобы защитить сегодня не только шахтеров, чтобы защитить энергетическую независимость Украины. Спасибо. В конце нашего выступления я хочу поздравить весь украинский народ, всех наших дорогих ветеранов с наступающим великим и святым для нас праздником – Днем Великой Победы в Великой Отечественной Войне. Спасибо за внимание. Продолжение следует...